Доброго времени суток, с вами Аракис и это заключительная война гильдии на этой неделе. Да, итак, приступим. Воюем мы с Хардкор, Русская гильдия, Ультраноник, Дикач, все знакомые люди, у них там еще есть, может в чате кто появлялся, этих не знаю, этих тоже, не знаю. В общем, кто себя узнал, отпишите. Ультравик, Ультраноник, прикольно. Так, 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 и будем, нет, сначала же, естественно, мы перейдем на канал. Оп, 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 оп. Что-то не вечно. Так, начнем. Славик, Дикач, посмотрим, что у них тут. О, Коппер, берем часунку. Так, опять Коппер. Новая мета. Ультраноник. Нужно будет и против, против него я уже как-то дрался, помню. Да-да-да. По-моему, это не то видео, где у меня выбило на нем. По-моему, то, по-моему, то. Так. Такое себе среднее пати. Если здесь походить через пирата, я думаю, мы обгоним. Хотя, через пирата. Нет, наверное, нет смысла будет через пирата ходить. Я думаю, первым мы будем бить Варамока. А может, не его? Может, Славика? Славика, не Славика. Ультраноник. Ультраноника хочу побить. Как? Побить? Так. Отшлепать. Так. Где мы будем использовать Вальку? Я думаю, Вальку мы возьмем на второе пати. Да, так она у нас и стоит. А на первое пати... Блин, да и на первое пати было бы неплохо. Хотя на первое пати... Думаю, чем бы их задавить. И сейчас возьмем еще кого-то. Так. Наверное, я возьму часу на первое пати. Так как урона у меня все-таки будет побольше. За счет этого, возможно, и продавим. Либо кого-кого взять. Либо возьмем эшера. Хотя нет, у меня нет раскола. Нет, есть раскол. Да, возьмем эшера. В принципе, тоже подхил. Почему бы и нет. Единственное, что, скорее всего, на эшере будет висеть гланс. А это не есть хорошо. И раскол. Это тоже не есть хорошо. Да нет, нужно тестировать. Поехали. Понеслась. Тикач. Ау. Быстрый. Все быстрые. Но нужно выносить. У нас будет... Так, 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 так. Будем его добивать. Да, прошу прощения. Тормозит. Сейчас разлагается. И мы посмотрим, что в этом бою сделает наш. Ну же. Тух, 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 тух. 7 тысяч. Лопнул. Ну, уже немножко лучше, да. Скорость побольше. Так, сейчас будем Бернарда убивать, так как он больше мешает. Да. Я думаю, нужно уже использовать подхил и параллельно сливать часунку, так как она сейчас сбалансит, скорее всего. Баф она свою уже тратила. Так, добавим скорости. И мы стали мега быстрыми, шустрыми. Сейчас, скорее всего, будет баланс. Нет, не будет баланс. Успею я ее добить или нет? Мне кажется, успею. Не успею. И вот вы видите, когда я докачаю скиллы, конечно же, я ширую, будет попроще. Так как откат в 5 ходов, если мы кого-то не добили, это плохо, а я не добил. Вера Мосса, поэтому печалька. 5 ходов ждать очень долго. Тем более, он-то у меня не в виллах. Не, ну, здесь я по-любому выиграю, понятное дело. Так, в принципе, раскол на атаку нам не должен помешать. До свидания. 4 атаки. 60% крита. Ни одного крита. Вот он и рандомушка. Что-то начало у меня не особо хорошее для Ишира. Печаль, на самом деле. Второй бой комом, так скажем. Ну ладно. В принципе, да, вместо него я сейчас мог заехать да кто угодно. Та же бет, наверное, лучше. Не особо он мне помог. Разве что бафом на скорость атаки и немножко под хилом. Ой. А, неплохо. Я уже думал, полетел на вальку мою. Так, сейчас хорошо будет ИССН добить копера. Так, если копер ударит вальку, это печально. Если ударить Часунку, я почти даю гарант, что не убьет. Ну же. Ну ладно, хотя бы так. Три атаки. Его как минимум не воскресят. Сейчас будем убивать белку. И хорошо, что раскол пошел в Хлою. Хлоя жирная, Хлоя выдержит. Цельфа у меня такая. Ну же. Гланс, отлично. Так, так. Мапкаст. Еще раз Гланс. Нет, не будет у нас сегодня Гланса. Такая коровому, сука, бля. Ужесный. Так, сейчас главное, чтобы хотя бы две атаки пошли. Наша убычка. Ну же, сюда. Лево. Тварь. Ну вы видите. Валька не всегда слушается. Хотя я и провожу регулярные беседы. Кабанчик, конечно, жирный. Так его убивать очень долго. Слоники эти. Еще и подхиливается. Ну не знаю, насчет дефа. Разве что в очень хороших рунах. Хотя я не могу понять, зачем персонажи, которые там держат 2-3 голды там выше, там чуть бы не рубин, вообще используют этот шлак на арене в защите. И разве нет более лучших персонажей, то есть он за год и более не выбил лучших персонажей, чем вот это. И я не говорю, что персонаж плохой, допустим, для той же, к примеру, башни. Вот сейчас, если бы он у меня был, то на башне харде я бы использовал бы без проблем. Но использовать на ГВ в защите... Блин. Ладно. Проедем эту тему. Так, сейчас мы будем ультраноника бить. И через кого, вот я думаю. Вторую пати, я помню, по-моему, бил через вальку. Не помню, через кого я особо бил. Через кого, через кого я бил. Но вот в первую пати по-любому нам нужна, я думаю, будет Хлоя. Во втором пати, я думаю, мы немножко поразвлекаемся. Наберем какой-то составчик такой. Непостоянный. Так, я думаю, для того, чтобы ускориться, возьмем пирата. Пирата все равно бить никто не будет. Где он взялся? Пирата дальше. Я думаю, возьмем Хлойку. И возьмем Кабанчика. Да, он будет танковать, в принципе, всех. Тут главное, чтобы Хлоя походила быстрее, чем Сиара. Ну, я почти уверен, что она походит быстрее, чем Сиара. Почти уверен. Не, ну, в принципе, да, у меня-то буст на 24%. Так что неплохо будет. Так, а во вторую пати мы наберем это, это. И что, будем тестировать дальше Ишира? Почему бы и нет? Он у нас не умер. Лаги, 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 лаги. Прошу прощения. Будем использовать Ишира. Да, почему бы и нет. Здесь Валька уроном огромного не нанесет. Разве что в Ишира, но он выдержит любой ее урон. Поехали. И да, не забываем присылать мне фотки, картинки. Кстати, хочу, так скажем, добавить дополнение некое. Сказать, что если вы там не умеете рисовать, но вы нашли картинку очень интересную, это в интернете где-то еще полазили, так как я тоже, в принципе, активно их ищу. И она вам понравилась. Вы смотрите постоянно мои видео, вы видите, что эту картинку я никогда не использовал еще до этого. Ой-ой-ой. Я не мешаю им. Сами походили, все сделали. Итак, вот. Если вы посчитали, что эта картинка прикольная, присылайте мне ее. И если я ее никогда не использовал, и она мне понравится, я ее также добавлю в видео. Почему бы и нет? Да хватит. Ой-ой-ой. Вот сейчас, конечно же, пират наш умрет. Хотя хотел я его использовать в третьем бою. Ну ладно. Сейчас главное добить Сиару. Очень она намешает. Подхиливает. Ну, сейчас чуть-чуть слетит еще мишку. Ну, тычечку. Да, сейчас раки походят. В принципе, отлично. Главное добить Сиару. Она очень мешает. И дальше будем убивать раки. Ракообразную. Ого. В виллах. Интересно. По-любому нужно, да, добивать раки. Отлично. Сейчас еще и сольет неплохо на 15 косарей. Вот с виллами мы можем долго поиграться. Так. Чтоб не было раскола. Потому что если у нее скиллы по максимуму расточены, то каждый второй свой ход она может использовать свой второй скилл. Да. Скиллы у нее проточены, вы видите. Ну, ей пора на покой. И сейчас мы будем бить Хлою. Это может оказаться проблемным, так как она в виллах. Многие спрашивали у меня в контакте, почему одевают Хлою в виллы и тому подобное. Скажу так, я где-то оговаривался об этом. Вот, к примеру, сейчас я одел Меган в виллы и контратаку. Зачем я это сделал? Это, естественно, делается не для арены, а для данжа. То есть у меня это сделано для гиганта и для дракона. То есть так от нее больше КПД. Также можно Хлою, если одеть в Виол. Ну, контратака, естественно, не нужна. Вряд ли нам чем-то поможет. Дебафа с первого скилла никакого нет. Никакой полезности, кроме подхила самому себе. Поэтому второй сет, да любой сет можете одеть. Не важно, какой сет от этого, мало чего измениться. Выживаемости можете добавить. Так, еще. Дубль 3. Поехали. Ну, это более-менее по 6 тысяч. Две тычки, да, пролетело. Ну, скажу так, честно. Немножко я разочарован, потому что ожидал поболее. Чего-то интересного от моего эшира. Я его, по-моему, ждал дольше, чем я его тестировал. Точнее, не то, чтобы ожидание больше, чем то, что я получил. В общем, несразмерно с тем, чего я хотел. Ну, ничего. Так, думаю, добьет. Вот это более-менее невроскоп. О, Валька неплохо бьет. 9 тысяч. Без бафа. Ну, я думаю, неплохо она бы ужарила. Почти семерик вылетел. Ну, думаю, все-таки роны я подточить уже не удастся, раз ве что другие какие-то одеть. Так, ультра ноник. И кого мы будем бить? Вилла либо Славика? Вилла либо Славика. Сейчас нужно, во-первых, посмотреть, сколько человек ходило. Поэтому мы будем бить мы Славика. Так как он все-таки целый. Так, большая часть еще не ходила. Но все равно будем бить Славика. Славика мы будем бить первое пати, я думаю, через... Нет. Через Вальку мы, наверное, не будем бить. С другой же стороны нам нужно взять защитных монстров, либо огненных, для того, чтобы Коппер не шотнул. Я не знаю, через что Коппер одет, насколько он сильный, и сколько у него защиты. Так, а вот второе пати, наверное, будем бить через Вальку. И надеяться на то, что либо Хлоя затупит, либо просто мы выживем через атаку Марсианина. Да. Так, первое пати, кого же мы возьмем? В принципе, можно наш стандарт взять. Хотя вот здесь вот... В принципе, в принципе, может заехать Мишка. Главное, я же говорю, чтобы Коппер не влупил больше, чем там 37 тысяч. Либо возьмем мне его. Кого можно взять? Кого же мы можем взять в противовес? Огненных у меня, по-моему, больше ничего нету. Водиных мы точно не возьмем. Взять того же Айшира. Хотя Айшира, ну, вряд ли чем поможет. И, скорее всего, Айшира он и будет бить. Тоже 37 тысяч на 660 брони. Игнор по-любому пойдет. Что же мы сделаем? Возьмем Вусу. Вусу у меня неточенный. Руны слабые. Хотя... Почему бы и не взять действительно Вусу? Ну и с другой стороны, иммунка нам не нужна. И Коппер все равно будет бить Вусу. Так как у Вусу 21 косарь хп и защиты не особо много. Нет, это... Просто смерть. Берем раму. Берем раму. Выбора немного. Так, во второй пати, как я и говорил, Часун. Хлоя. Катаринка. Поехали. Второй пати меня очень смущает. Так как там 50 на 50. Славик 86. Интересно, как его зовут? Я ставлю на Сережа. 100% Сережа. Сережа, молодец. Так, сливаем Атакбар. Не получилось. Ну, и сейчас... Та-да-да. 10 тысяч. То есть, я даже не заметил, было ли это через Игнор. Даже стало действительно интересно. Проверю ее через... Ой, не того ударил. Хотел ударить Ахмана, заговорился. Ладно, добиваем. Ну, видите, Коппер ни о чем. Абсолютно ни о чем. 10 тысяч. Это... Это руны, наверное, плюс 5 там. Если есть плюс 5, явно не плюс 15. Заточены, в смысле. Опять я не того бью. Ну, ладно, в принципе, раскол. Будем добивать его. Ахман тут вряд ли что сделает. Ахман, к тому же, очень, очень медленный. Очень медленный Ахман. Он походит сегодня? Да, он сегодня походит. Ну, по-моему, это последнее было на сегодня. Так, ударим чуть-чуть сильнее, чем первым скиллом. Ну да, уже этого достаточно будет и добиваем. Нет. Вы видели? Разошелся. Так, а вот здесь? Ходить, либо не ходить, Хлои? Вот в чем вопрос. Если посудить по атак-бару, то мне кажется, моя Хлоя успеет дважды походить. Чем, то есть, скорость почти, или, то есть, почти, понимаете, было бы классно, если бы была какая-то либо проромка, чтобы здесь как-то писалось, типа, там, к примеру, в процентах, да? Там 52% из 100. Ну, это был бы, наверное, чит, так было бы в разы проще играть. Ну, давайте, надеемся, вот, я не ошибся, я не ошибся. Теперь будем смотреть, кого он ударит. Надеюсь, ударит Хлою. И, в принципе, вот, отлично. То есть, вы видите, лучший расклад, о котором я мог мечтать. То есть, моя Хлоя оказалась в два раза быстрее, чем Марсианин. Вы видите? То есть, все на руку. То есть, то, что у них сейчас там бафы висят, все вот это, бля-бля, это уже никому не интересно. Сейчас, конечно, классно было бы убить часунку. И тысячку дать в Та Марса. Направляем на часунку. Ну, в принципе, ладно, неплохо. 9000, средний урон, неплохой урон, скажу так, на этом этапе. И, я думаю, будем набивать. До свидания, Та Марс. Да, как видите, очень повезло мне с тем, что скорость оказалась фактически равно в два раза больше, чем у Та Марса. Поэтому дважды походил, не сдрейфил, поначалу не дал баф. В принципе, это все правильно. Ну, опять же повезло. Так как я мог дать баф, после этого, там, не знаю, этого Марса, если он вообще одет в вилы, не знаю, во что он одет, мог там прокнуть 10 раз. Удачка на его вилы, и я бы закончил бы с ничьей. Поэтому вот как-то так. Вот, и все. Так скажем, я думаю, закончим мы с победой. Я надеюсь, что нам принес сегодня магазин. Ох! Стойкость, крит-сила, кому заедет. Коперу, коперу. Нет, коперу такая руна не нужна, разве что даже прокнет. Кстати, ребятки, хотел бы с вами даже отчасти посоветоваться. Возможно, кто опытнее меня и тому подобное. Вот. Хочу обратить внимание на двух монстров. Это я лично для себя. Просто некое голосование проведу, кто на что больше ставит. То есть, что нужно, я скажу, что у меня есть. И что мне вообще нужно от этих монстров. Сейчас все прогрузится. Прошу прощения, все-таки Нокс. Он притормаживает. Ну хорошо, хоть не всех нужно грузить монстров. Так, где он, где он, где он? Так, как изначально монстр двухзвездочный. Вот. Монстр Колин. То есть, для чего использует этого монстра чаще всего на Некроманте? Из-за чего? Потому что первая атака, это две атаки. Вторая атака, по-моему, то ли тоже, то ли одна, то есть, то ли две атаки, то ли три. Я точно не помню. Но это не особо, не столь важно. Вот. В чем прикол этого монстра? То, что, естественно, он кидает раскол на атаку. Босс, естественно, бьет намного слабее. Он и так не особо сильно бьет. То есть, он задал будет не этим, а тем, что его, наоборот, нельзя пробить. Вот. Второй. Второй же скилл тоже очень полезный, так как босс не будет восстанавливаться. То есть, не будет, грубо говоря, вампирить хп. И третий скилл, то есть, он восстанавливает свою пати на 25%. Вот. Только единственное, я не до конца понял, нужно еще в видео посмотреть. Честно, просто не помню, не буду углубляться в этот вопрос. То есть, от своего процента, либо каждому, так скажем, от его уровня хп. То есть, типа, как у белки от хил. Это не важно, опять же. То есть, в чем вопрос? Прокачать этого персонажа, либо с его же стихией прокачать водяного персонажа. Сейчас я обращу внимание на него. И вот просто я не хочу ошибиться, хотя, в принципе, ошибка, я не думаю, что здесь где-то будет. Почему? У меня выбор, сейчас я также расскажу. Ну же. Игру здесь. Прошу прощения, видите, ногти иногда полностью зависают. То есть, останавливаются на 1-2 фпс. Естественно, ничего не грузится. Я уже готов деньги заплатить для того, чтобы у меня тут фпс-ник показывал 20-30. При моих-то вроде бы настройках компа неплохих. Так, где он? Вот. Водяная. Ой, не буду я выговаривать, не хочу мальтюкаться в эфире. То есть, первая атака такая же самая. Вторая вот тоже самая, абсолютно идентична. Вот единственная разница, это, естественно, на третий скилл. То есть, атакует всех в 3 раза, но насчет всех, в принципе, чуть-чуть, возможно, будет проще проходить волны. Так как это массовый дебаф, 50% шанс с каждой атаки. То есть, 3 раза по 50%. Ну, в принципе, это фактически 100% шанс, что хоть кому-то она... Ну как, хоть кому-то, я думаю, всем она навесит дебаф на скорость. А дебаф на скорость на боссе очень важен. Я как-то, когда уже, естественно, начну формить некорманты, естественно, я сделаю полный на него обзор. Для того, чтобы все знали, что такое скорость на этом боссе, решабельна она или нет. И нужна ли скорость вообще на этом персонаже. Вот поэтому я решаюсь между этим персонажем и между Колин. Почему? Потому что, к примеру, вот я, скорее всего, буду брать подхил. Если я там, ну, очень бы хотелось праху выбить, но прах вряд ли мне когда-нибудь выпадет. Хотя было бы неплохо. Да, вот. Белка у меня есть. То есть, подхил, естественно, будет. И, в принципе, белки в виллах с контратакой. Ну, контратака это просто для того, чтобы боссу больше дэмэджа нанести. Белки вполне хватает. При моих даже уже рунах, я думаю, для Б-10 белки вполне будет хватать для подхила. По поводу дальнейшего пати не буду говорить. Нет смысла, оно еще будет подбираться. Вот поэтому я думаю взять вот этого сисру, так как здесь есть три полезных дебафа. Но два уж точно. Это замедление, что очень нужно. У меня нет хвы, которая повесила бы замедление. И нет, к примеру, леча, ветра, огня. Там, по-моему, все лечи, даже водяной, по-моему, закидывает замедление. Плюс у него мультиатака с двух скиллов. Поэтому лечи тоже неплохо заезжают. Не спешите их теперь скармливать. Вот, поэтому решаюсь между этим и тем персонажем. Что скажете, комментируйте, пишите мне вконтакте. Буду рад послушать. И, в принципе, возможно, вы уже фармите, либо там видели какие-то видео, гайды. Скидывайте мне также ссылки. Мне это интересная тема, так как чем быстрее я разберусь с этим пати, особенно между этими двумя персонажами, так как... Почему я их хочу прокачать? Они бюджетные, им очень легко прокачать скиллы. Это двухзвездочные персонажи. Да я через магазин за сутки смогу прокачать даже им скиллы. Не говоря уже о том, чтобы вызывать газету, неизвестные свитки в смысле. Вот, поэтому, в принципе, это и все, что я хотел показать и спросить на сегодняшний день. Всем удачи, побед на ГВ, заканчивайте с рубином, двумя, тремя, первое место добывайте и тому подобное. Поэтому, и, кстати, да, не подписался на канал, единорог, попец донал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok